Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. У нас сегодня артист эстрады и кино, можно сказать, тамада, ведущий, шоумен Каренова Несен. Кстати, ему исполнилось недавно, 18 лет, хотел сказать. 18 сентября, 17 сентября. Всем правильно, Геннадий Малахович. Поздравляем. Мы всегда молодые, мы всегда юные. Спасибо большое, спасибо. Что мы будем делать? Я знаю, что сегодня пришли со своим блюдом. Легендарное национальное блюдо, о котором еще в фильме Мимино упоминалось. Помните, великий фрунзик Макарчан говорил, «Скажите, а вы любите кушать долма?» Это потому, что у вас не могут делать долма. Я думаю, что мы сегодня, наверное, будем делать вот это легендарное, знаменитое блюдо. А что это за долма? Долма – это нечто похожее. Например, когда меня спрашивают иногда, какие блюда ты любишь? Например, из русской кухни. Я всегда честно говорю, я говорю, несколько блюд есть из русской кухни, которые мне напоминают мои национальные блюда. Например, ну скажем, хинкали, например, наши кавказские, грузинские хинкали, мне напоминают русские сибирские пельмени, только чуть побольше размера. Побольше. Например, долма – это тоже своеобразные голубцы, только с виноградными листьями. Хотя, конечно… Обернутые виноградные листья. Да, обернутые виноградными листьями. Я вам даже более того скажу, моя бабушка, когда готовила долму, она готовила из листьев фасоли, тоже зеленые такие листья из фасоли. А когда не было ни виноградных, ни фасолевых листьев, тогда нас спасала всегда знаменитая крапива. Вот тогда мы берем вот эту крапиву, шпариваем кипятком. Чтобы она не жилась. Да, разрезаем и делаем вот то же самое, что и вот сегодня с виноградными листьями, которые мы взяли с собой. Ну, с крапивой это уже будет прекрасное кровотворное средство. А с листьями винограда тоже это очень полезно. Они, знаете, как виноградные косточки, вот обладают способностью продлять жизнь. Поэтому это будет такое блюдо. И, знаете, у них есть своя какая-то кислиночка, она дает определенную пикантность вот этому мясу, которое будет внутри. Вот я сейчас, Геннадий Петрович, хочу вам показать листья. Они обязательно должны быть мягкие, потому что жесткие листья, тоже бывают они в продаже, надо уметь выбирать. Вот видите, какие они... Их уже заранее, я вижу, консервируют. Да-да-да, их даже посолили. Вот. У них, видите, какой замечательный вкус. Своображный такой запах. Мягенький, а? Да. И вот они как раз-таки вот тоненькие, они очень хорошо варятся. Если вот жесткие вот такие толстые листья, то это мы будем долму готовить часа два. Значит, они уже берутся заранее. Это не полностью, как бы сказать, созревшие листья, а вот где-то юные, наверное. Да, вот самый-самый-самый. Вот оно. И упаси бог, перезревшие, да, это уже, конечно, будет невкусно. И заворачивать, я потом покажу, надо особенно. Вот видите, изнаночкой. Вот она, изнаночка. Кладете вот так себе, и мясо кладем сюда, и начинаем конвертиком. Все это по ходу действия я сегодня буду показывать. Вместе с вами мы будем готовить это блюдо, и обязательно съедим и попробуем. Да, уже сумки потекли. Давайте вот начнем с самого главного мяса. Это начинка. Да, это начинка для долмы. Значит, ну, христиане, например, армяне, в частности, делают, как правило, с говядиной. Пропорция такая. 500 грамм говядины и грамм 200, 150-200 свинины такой. Как раз у нас вот говядина, а вот она свинина. Да, знаете почему? Свинина дает вот эту какую-то мягкость, какую-то... Она будет легкой, не жесткой мясо. Это хорошо. Она дает сочность, сочность, вот точная фраза. Сочность. Теперь что надо нам все это перемолоть. Да, нам надо положить туда вот эти кусочки. Ну, предварительно давайте разрежем. Давайте разрежем. Берем говядину. Так, я беру раз говядину и разрезаю, чтобы она влезла в нашу. Попробуй здесь нашу свинюшку чуть-чуть подрезать. Так. Электромясорубку. Так, есть. Так, насчет мяса что-нибудь есть такое интересное, вот такое юмористическое? Насчет долмы есть хорошее. А, долмы. Два армянина попадают на необитаемый остров. И вот представляете, 20 лет они на этом необитаемом острове. И вдруг один из армян, из друзей увидел, как после кораблекрушения к их берегу, к необитаемому острову, плавая в плавь, стремится очаровательная, красивая девушка. И он кричит своему земляку, Сурен, Сурен, иди сюда, здесь появилось то, здесь то, о чем ты мечтал 25 лет на необитаемом острове. Этот армянин прыгает в воду в плавь и кричит, неужели долма, неужели долма? Вот сегодня будет то, о чем мечтал этот человек. Так, я уже порезал. Дмитрий Петрович, да, значит, что у нас вот есть лук хороший, давайте мы положим пока вот сюда, начнем уже молоть, в перемешку, в перемешку. Давайте, значит, один кусочек. Ну, вот такой. Говядины, один свинины. Вот, потом все это будем размешивать. Один говядины, один свинины. Говядины тоже от вас. Опа. Так. И пошло, 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 пошло. Поехала. С луком надо? Да, да, да. Давайте, давайте, давайте. Эти не занимаюсь. Угу. Давайте два лука. Так. Лучок. Теперь свининку. 950. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы с вами сделали фарш, а теперь все секреты приготовления фарша расскажет нам Карен, что тут надо мешать, что еще делать. В начале у нас было 500 грамм мяса говядины, 200 грамм свинины такой жирненькой. Сейчас мы должны добавить сюда немножечко водички. Вот видите, она немножко плотная масса, чуть-чуть, чтобы можно было все это месить. Водичка должна быть, естественно, кипяченая. Кипяченая и тепленькая такая, не горячая, не холодная. Ага, все. Все, она пошла. Вот, мне кажется, уже она такая рыхленькая стала. Теперь, Геннадий Петрович, помогите мне, я уже руки замочил, немножечко риса добавить сюда. Сюда риса добавить? Рис должен быть отварной или неотварной? Нет, он должен быть сырой, он будет вариться одновременно с мясом. Ага, хорошо, сколько надо добавить? Вот, посмотрите, давайте вот так, так, так я скажу. Ну, я думаю, нормально, наверное, да? Так, и все это перемешивай. Чтобы его слишком много не было, чтобы не получилось у нас рисовой каши, да. И добавлять, сейчас будем сюда соль, вот это самое осторожное. Соль, ну, соль. Я думаю, много его не надо, значит, почему, Геннадий Петрович? Потому что листья у нас уже немножечко солененькие, да. И думаю, остальное мы будем уже по вкусу добавлять. Я думаю, что это блюдо, извините, что я вас перебиваю, она способствует тому, что будет упитывать организм и способствует кроветворению в сочетании еще с листьями винограда. Да. Геннадий Петрович, можно еще немножечко водички? Что-то у меня плохо размешалось сейчас. Давайте. А может мешаешь плохо? Да, я знаю, наверное, мешаю плохо точно. Вот так все. Ну, а теперь давайте мне соли чуть-чуть. Немножечко соли. Соль у нас вот она есть. Соль лучше себе брать морскую. Давайте чуть-чуть немножко. Чуть-чуть, да? Осторожненько я буду смотреть. Вот, вот. Мы смешаем. Давайте, не, ее можно вот так нормально, нормально, все. Хватит, да? Достаточно, да. Что я хотел? А, перец у нас есть красный и... И черный перец. Я попробую вот так, да. Вот этот у нас, он сладкий или очень горький? Ну, это жгучий вообще-то перец. Тогда хватит. Черного будем? Душистого, да. Всего, да, всего понемножечку. Это способствует тому, когда мы еще перец сюда вносим, что все будет лучше перевариваться. Ах, самое главное, я чуть не забыл, Геннадий Петрович. Что? Вот же зелень, зелень. Чем больше зелени, тем ароматнее нашли. Давайте будем нарезать зелень. Зелень нарезаем, да? Практически, да. Ну, хорошо. Все виды зелени. Давайте нарезаем. Ну, а я добавлю только, что мы в фарш, кроме мяса, еще уже добавляли еще и репчатый лук. Он дал тоже особую пикантность и дал соку немножечко вот сюда. Поэтому фарш у нас стал такой, уже видите, он мягкий. Мы чуть-чуть буквально воды добавили, он уже такой вот. Я взял нож и другую взял досточку для того, чтобы все мясо отдельно разделывается у нас. А можно мне тоже ножик один? Все. Можно на этой доске? Можно, конечно. А я буду вам помогать. Хорошо. Я, правда, в отличие от вас, так много не возьму. Так. А я могу дать вот столько. А, давайте вот так и сделаем точно. Значит, я беру зелень укропа. Так. Здесь у нас тархунчик есть. Тархун мы используем или нет? Любую зелень. Любую зелень. Но она вообще-то сильная тархун. Возьмем ее меньше. Вот. И все это начнем мы нарезать. А что мы будем делать с зеленью ее непосредственно с ней варить? Мы будем добавлять ее в мясо. А, добавлял? По-моему, я погорячился с зеленью. Надо ее все равно поменьше. А, может быть, на мясорубке надо было перемолоть ее? Нет, нет, ее надо мелко-мелко нарезать. Ну, давайте, давайте, я ее буду мелко резать. Так, что еще? Кинзу давайте добавим. Кинзу. А, вот она. А я тем временем измельчаю нашу зелень. Для этого надо использовать ножик поострее. Так. О! Что у нас получилось? Если большая семья, я думаю, можно и на рисе не экономить. Не, ну, рис это... Все ухватило. Такое. 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 Я всегда с удовольствием смотрю, как вот мои друзья, мои знакомые, особенности, моя супруга готовят какие-то блюда, которые я особенно люблю. Вдруг, думаю, она уедет куда-нибудь в гости к родственникам, к маме. И я останусь один. Как же мне готовить дома? Таким образом, я сам заботюсь о себе, о своем будущем. Ну, это правильно. Постигаем секреты приготовления полезных блюд. Мясо очень мягкое, хорошее. То, что надо, взяли. То, что надо, да. Все. Мясо хорошее. Все. И для того, чтобы оно прекрасно перевалилось, смотрите, сколько мяса. Мы практически столько и зелени взяли. Нормально, нормально. Зелени не помешает, Геннад Петрович. Все. Хорошо, хорошо. Мелко нарезанное, оно очень хорошо впитается. Так. Что теперь дальше делаем? Все это сыпем сюда. Ага. Вот так вот. Да, давайте. Вот прямо сюда. И мешательно размешиваем в последний раз. И уже готовим виноградный миск. Хорошо. А я еще тут помешаю. Так, я сейчас еще раз вспомню. Здесь все мы сделали правильно, ничего не забыли. Так. Сюда. Все, зелень я порубил. Вот насчет зелени, я вот могу сказать, Геннадий Петрович, можно класть сколько угодно. Ничего страшного не будет. Зелень как раз тот самый ингредиент, который делает мясо еще ароматнее, вкуснее. И полезнее. И полезнее, да. В общем, здесь витамины все вместе. Ну что, давайте вот так уже размешаем. Все это размешали хорошенько. Значит, чем тщательно перемешиваем, тем у нас лучше, чтобы все компоненты соединились в нечто целое. Все отлично. А я бы вообще попробовал все это перемолоть на мясорубке. А все, давайте, я не знаю, не пробовал. Нет, ну это. Сейчас. Это в следующий раз, если будем готовить так. А для зелени можно, да. И зелень, и мясо, все, чтобы соединились. А, кстати, да. И тогда может быть и с соком все было более, да. Да. Я, знаете, что люблю делать очень дома часто? Зелень я настолько обожаю, что я постоянно ее через соковыжималку промалываю, да, промалываю ее, и потом добавляю воду и пью. Очень вкусно. А, вон она. Ну, действительно. Очень вкусно. Меня этому научил Игорь Косилов, наш актер, мой замечательный друг. Помните? Новая русская бабка. Угу. Этот самый, как его, цветочек. Вот он каждый раз пьет и говорит, ну что, я думаю, получилось у нас что-то, наверное, да? Получилось, получилось. Так, все. Ну, давайте пошли теперь в самое главное. Пошли, вот сейчас я вам буду показывать, как мы будем делать. Итак, мы с вами теперь приступаем, наверное, к самому интересному. Начнем сюда выкладывать, чтобы все нам хорошенько было видно. Это мы уберем все, что нам нужно. Так, а это нам понадобится, да? Нет, нам понадобится только вот эти листики. Только листики. Так, это убираем тоже. И оставляем это. Итак, как это делается, вот это вот? Иначе, короче, один листочек вам, один оставляю себе. Смотрите, как я уже с самого начала говорил, здесь две стороны вот этого листика. Угу. Нам надо вот этой... Светленькой. Изнанкой вверх, да, светленькой изнанкой вверх. Берем вот одну ложечку, я вам дам. Давайте. Ну, себе. Берем вот такой небольшой кусочек мяса, вот такой вот посмотрим. Фарша. Фарша, да. Вот кладем его сюда, чуть-чуть, вот видите, вот сейчас я подобрал, по-моему, по размеру нормально. Угу. Иначе Петрович, самое главное, вот знаете, мы кладем прямо его сюда, у основания. У основания. Заворачиваем. Ага. Видите, но в то же время не даем мясу расползаться по всему листочку. Дырочка, видите? Вот это как раз основание. Я ее придерживаю, я ее придерживаю. И дальше идет конвертик. И дальше идет конвертик. Вот так. И заварок. Теперь вот так вот. Смотрите, он у меня получился такой достаточно плотненький такой. Ага. Он плотненький, чтобы он не вываливался. Получилось? Чуть-чуть мягче. Получилось, Геннадий Иванович? Чуть мягче. Давайте я вам еще раз покажу вам. Еще раз. Это вот самый главный момент. А в следующем я буду учиться смотреть на вас. Посмотрите, Геннадий Иванович. Раз. Вот мы сделали. Вот этим пальчиком придерживайтесь, чтобы дальше вот мясо не расползалось, да? Один оборотик делаем. Вот так. Вот так. Второй. И вот этими пальчиками, чтобы он не расползался. Теперь. Накручиваем. Разворачиваем, разворачиваем. Вот такой вот он уже получился. Батончик. Он у меня стал уже даже тоньше, чем тот, который был изначально у вас. Ну это да. Теперь нам нужна кастрюлька. Здесь тоже своя технология. Кастрюль класть долго. Класть его надо по кругу, Геннадий Иванович. По кругу. Мы, может, сейчас больше сделаем, чтобы как раз не было. Вот просто еще. С самого начала будем класть. Я буду показывать по кругу. Ну что, Геннадий Иванович. Вот сейчас нам повезло. Попался мне сюда. Попался очень хороший большой листочек. Я не знаю, как там у вас. Хорошо. И делаем. Я думаю, что сейчас получится. Хороший листочек очень большой. Здесь уже мясо можно класть побольше. Побольше. Но я думаю, все-таки слишком много не стоит. Да. Знаете, пикантность и вкус, когда вот это да. Когда мяса не очень много, все это в совокупности. Опять, смотрите, заворачиваем вот так. Заворачиваем. Вот я придерживаю. Да, придерживаю. Чтобы он не расползался. Теперь это сюда. Это вот так. И закручиваем. И получается, смотрите, вот такая вот. Правильно? Все, вот получилось. Видите, этот листок побольше и долмушка у меня получилась тоже побольше. Долмушка. Все зависит от листа. Чем больше лист, тем больше долма. Чем меньше лист, тем меньше. Да. Так вот, как раз за приготовлением этого блюда долма поются песни, различные там шуточки. И вот эта вот энергия доброты, счастья, здоровья, она входит в этот фарш и он получается действительно… Геннадий Петрович, когда готовишь долму, все время хочется петь. Вот помните, как… А я что же пел? Да. Не, вы спели Сулико, а мне хочется спеть как в фильме Мимино. Знаете, когда один поет Сулико, а второй говорит… О, Сирун, Сирун… Мне хочется петь вот тоже. Так. Ну что. Геннадий Петрович, мы уже финалимся. У нас остались. Финалимся. Это хорошо, что мы финалимся. Ох, как мы быстро все это сделали. Ну, просто реактивные, можно так сказать. Знаете, Петрович, можно я покажу нашим зрителям? Конечно, надо показать. Нашу кастрюлечку и самое главное, как мы все это сделали с вами. Давайте. Вот я пытаюсь в кадре это все показать. Вот видите, у нас долнушки, вот все они, они идут по кругу, вот так. По кругу, по кругу. Мы накрываем первый слой и потом также второй слой, у нас и третий слой, вот так они идут вот так же по кругу. Ну, все. Все как положено. Все мы это сделали. Ну, вот наше праздничное национальное блюдо. Именно праздничное. То есть, они каждый день едят. Да, да, да. Иначе, если слишком много есть мяса, то может быть и подарок. А это праздничное блюдо. Правильно. И каждый раз, каждый день. Вкусное есть. Не рекомендуется. Тогда не будет праздника для души. Так, ну что. Согласен. Что мы должны сделать сейчас, Геннадий Петрович? Нам нужно будет налить немножечко сюда водички. На сей раз можно сырой. Сырой? Можно, да. Потому что она все равно будет кипятиться здесь. Ну, давайте вот наливаем, 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 наливаем. Чтобы чуть-чуть прикрыть. Я сейчас покажу все это на камеру обязательно. А сейчас мы давайте добавим водички еще. Она должна быть вровень вот к самой верхней дочке. То есть вот прямо одного уровня. Чик-чик. Немножко перекрываем. Так что это там много. Да, да, да. Вот так, 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 так. Она же потом все будет впитываться. Ну, здесь нужно нам блюдечко, маленькая тарелочка. Или вот, например, вот такая вот у нас штучка. Чтобы прижимала. Прижимаем, да. Прикрываем вот так. Вот так. Прикрыли. Все. Будем ставить крышечку? Да, крышечку ставим только при открытой. При открытой. Пусть она пока будет закрытой. И ставим все это на плиту. И крышка пускай будет закрыта, когда она уже насчет палит. Но тогда мы приоткроем крышку, чтобы чуть-чуть, немножечко, вода выходила уже чуть-чуть. Сколько она должна готовиться? Я думаю, минут 20-25. Ну, 20-20. Нормально. Ага. Какой вы закаленный все-таки. Ну что, Геннадий Петрович, как мы можем определить, приготовилось ли блюдо? Да. Это очень интересно. Ох, какой пошел. А, вот. Вот, 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 вот. Сейчас я... Лучше вот так я скачу. Давайте вот так отсюда, да. Вот так. Все, все, я взял, все взял. А, а там еще один? Да. И на крышке мы проверяем. Вот мы берем долмушку. И... Угу. Не горячо? Как горячо. Если рис сварился, значит долма уже готова. Так. Я. И рис и мясо сварились замечательно. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам. Присылайте свои рецепты. Рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok